всем привет в этом уроке мы с вами попробуем разобрать вот такой небольшой гитарный пассаж который основан на си минор нам дарийском ладу что это значит это значит что в нашей гамме си минор мы повышаем с вами шестую ступень то есть обычный минор у нас выглядит вот так а дарийский выглядит раз два три 4 5 6 7 и наш пассаж полностью будет играть ноты дарийского минора давайте посмотрим что мы с вами будем делать во первых мы будем использовать с вами переходы от одной ноты до другой там где у нас есть промежуток полутон мы его будем использовать проходящим хроматизмом то есть будем играть используем хроматизма то есть когда у нас интервал с вами малая терция от звука до звука то мы имеем право оставлять хроматизма и они в принципе достаточно хорошо слушаются давайте посмотрим что у нас играется в пассаже и попробуем его с вами разобрать если мы с вами играем полностью дарийский минор вот у нас с вами идет начало то есть пассаж начало пассажа у нас идет вот мы сыграли пришли с вами все и в си минорном ладу мы с вами начинаем играть септаккорда по сути дела мы обыгрываем лад вот мы с вами дошли до ноты до диеза отсюда мы с вами играем пентатонику снова приходим в си затем играем дальше секвенцию и снова приходим в ноту си что мы делаем мы здесь с вами играем обыграем вот эти все аккорды последовательность прогрессии аккордов но с учетом того что мы находимся в си минорном ладу и что это значит это значит то что если она встречается но то соль то мы ее повышаем повышаем на полтона выше и соответственно у нас также идет фа диез и до диез гармонию которую мы с вами здесь играем у нас получается си минорный септаккорд и ми мажор септ с ноной вот именно эта гармония располагает к тому чтобы мы играли дорийский лад то есть именно вот это специфическое звучание вот такое от этого лада получается но смею заметить то что если играть просто аккорды тональности си минора то звучание дорийского минора уже не получится дорийского лада тогда в таком случае нам тогда следовало бы играть ми минор обычный вот и вот этой изюминки бы уже не было я надеюсь что вот эта практика обыгрывания дорийского лада вам пойдет на пользу и для вас это станет неким таким новым веянием каким-то в импровизации и в осмыслении грифа вот я надеюсь что этот урок пошел вам на пользу пока